Велик и беспримерен подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. В том числе тех, кто совсем не умея воевать и держать в руках оружие, встал в 41-м на защиту столицы нашей Родины. 2 июля 41-го года было принято постановление Военного Совета Московского военного округа о добровольной мобилизации трудящихся Москвы и области в дивизии народного ополчения. Недалеко отсюда, буквально в нескольких десятках метров, находился клуб химзавода, где в первые дни войны проходила запись добровольцев, и где уже 6 июля 41-го года был сформирован Щелковский батальон народного ополчения. Память ополченцев почтили на митинге, который прошел в Щелкове на мемориале воинам-химикам. Щелковский батальон вошел в состав 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы. Командиром был назначен начальник милиции поселка Лосинопетровский Федор Силаев. В районной газете «Коммунист» за 24 августа 41-го года был опубликован боевой привет ополченцев землякам-щелковцам, в котором, в частности, сообщалось, что они приняли решение каждый месяц до окончания войны отчислять свой двухдневный заработок в фонд обороны. 19 сентября дивизия приняла боевое крещение у озера Селигер. Кто такие ополченцы? Это те люди, которые не подлежали призыву. Во время Великой Отечественной войны они могли бы оставаться дома. Но 600 человек в Щелковском районе от 17 до 55 лет сами пришли на пункты призыва. В оперативной сводке от 28 сентября 41-го года Щелковский батальон был назван ударной силой. Это означает, что он был в полку самым лучшим. Нине Ивановой было 5 лет, когда началась война. Но она хорошо помнит те страшные первые дни. Мой отец Леснин Иван Ильич работал в городе Щелково, работал на заводе фруктовых вод. Он один из первых записался в ряды народного ополчения и, придя домой, сказал «Всем идти в фотографию и фотографируемся, потому что я ухожу защищать нашу Родину». Народное ополчение не было готово к вступлению в войну. Нина Ивановна вспоминает, что сотни горожан приходили смотреть, как ополченцы тренировались, познавая основы военного дела в парке фабрики техноткань. Как шли они не в ногу, совсем не умея чеканить шаг по городу до станции Щелково, где формировался эшелон. Когда объявили 15-минутную готовность для посадки, не представляете, что здесь делалось. Музыка, слезы, стоны и товарные вагоны, которые сажали наших ополченцев. На подступах к Москве 4-я стрелковая дивизия народного ополчения приняла на себя удар врага и не пустила его в столицу. Но из 600 человек Щелковского батальона большинство навсегда остались на поле боя. В 2016 году Совет депутатов Щелковского района поддержал инициативу Общественной палаты отмечать День памяти народного ополчения 6 июля. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.